Сегодня Чернигов обстреляли российские оккупанты, уже известно о 14 погибших, к сожалению, более 60 человек были ранены. Трясло и центр города, видели кадры из больницы, где люди лежат на полу, их засыпало пылью, стройматериалами. Что с этим всем делать и что нам делать с нашей энергетикой, которую тоже россияне не упускают возможности обстреливать ежедневно, Александр Коваленко таки подключается к нашему эфиру, и вот сейчас мы об этом детальнее поговорим. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Приветствую. Напомню, что вы представляете военно-политический группу информационное сопротивление, как военно-политический обозреватель. Александр, давайте начнем, наверное, с того, что я рассказывал сегодня, точнее до вашего включения о Чернигове. Вот что мы можем сделать для того, чтобы эти обстрелы как-то, не знаю, как-то обезопасить людей от них? Или сейчас просто не хватает ПВО, и этим все сказано? Не хватает ПВО, и этим все сказано. Остановить эти обстрелы можно двумя способами. Либо уничтожение пусковых установок на территории самой Российской Федерации, чтобы минимизировать возможности их использования, или же улучшение средств защиты. Первый вариант, ну, мягко говоря, не совсем на сегодняшний день может быть действенным, если мы говорим непосредственно о баллистических ракетах и вот РК «Скандеры», которые используются для таких обстрелов. А вот вариант усиления нашей противовоздушной обороны, да, он вполне реалистичный, но он напрямую зависит от наших партнеров. Чернигов — это город, который не закрыт от баллистических угроз соответствующим зонтикам ПВО. Киев, Киевская область, да, они закрыты, в принципе, в основном, конечно же, Киев. Но если мы говорим о других городах, миллиониках и так далее, нет. Поэтому тут вопрос только лишь обеспечения, как сначала городом-миллионников, а также критически важных объектов и зон между городами-миллионниками, соответствующим буферам безопасности из эшелонированной ПВО, это очень важный момент. В Киеве и Киевской области украинские воздушные силы вооруженных сил Украины, они показали, насколько эффективной может быть система эшелонирования, которую мы выбрали. Но с того момента, как она была создана в столице, наши партнеры не предоставили нам большего количества соответствующего инструментария, чтобы мы могли это реализовать, например, в Харькове, в Днепре, в Одессе и не только там, но и по другим очень важным, критически важным зонам регионам и областям. В чем причина, почему ПВО не передают Украине? Вы, наверное, читали сообщение и обозревателя Рёбке, о которой говорит, что сейчас на складах очень много систем различных, и Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, говорил, что уже и в аренду просил дать, просто на время с возвращением. В чем причина, почему не дают ПВО? С Таурусами хотя бы идеология понятна, чтобы не идти на какой-то мифический конфликт с Россией. А ПВО в чем, как вы думаете, загвоздка? Я уже неоднократно пытался найти ответ на этот вопрос. И если максимально толерантно относиться к данной проблематике, то в первую очередь за счет того, что в самой Европе недостаточно этих средств у каждой страны по отдельности. Но при этом даже те страны, которые имеют в распоряжении данные батареи, следует учитывать финансовую компоненту. Это очень дорогой комплекс. Это очень дорогой комплекс, передачу которого, ну, мягко говоря, даже в аренду, которая может завершиться в худшем случае даже повреждением либо уничтожением комплекса. Но мало какое правительство осмелится передавать в условиях реальных угроз и для Европы, в том числе со стороны России. С другой стороны, есть Соединенные Штаты Америки, у которых этих комплексов, как у основного оператора, более чем достаточно. Но и они, как мы видим, не являются основным лидером по передаче к Украине. Германия является лидером по передаче. Даже Германия сейчас организовала, скажем так, инициативу посредничества передачи ЗРК Патриот Украине. И первые результаты, ну, в принципе, они уже известны. Они есть. Но, тем не менее, эти первые результаты мы видим когда? Мы видим по состоянию на апрель 2024 года, в то время как о передаче первого комплекса ЗРК Патриот мы слышали еще в декабре 2022. То есть, ну, как бы временной люфт просто критический по степени за бюрократизированности и прочих каких-либо определенных моментов, которые мешают нам получать эту высокотехнологичную систему в свое время. Да, напомню, что сейчас представители вооруженных сил Украины, Евлаш, в том числе, сказал, что ждем в ближайшее время ЗРК Патриот как раз из Германии. То, о чем вы говорите, Александр. Ну, президент говорил, что нам нужно 25 установок для того, чтобы всю Украину защитить. И, конечно, этого недостаточно. Но, тем не менее. Давайте поговорим про энергетику. Там тоже довольно все сложно. Сейчас Владимир Зеленский тоже провел недавно совещание. Была ставка, отдельный детальный разговор о применении РЭП и защите критической инфраструктуры, касается, в частности, энергетики, того, что защищено и того, что было, к сожалению, защитить невозможно. Будут соответствующие выводы. Давайте поговорим все-таки, ну, президент упоминал о Трапильской ТЭС, которая была уничтожена российскими оккупантами. Это уже никто не скрывает в силу того, что не было систем ПВО для того, чтобы ее защитить надежно. Какие-то есть варианты? Вот ставка сейчас обсуждает РЭП, какие-то выходы наши, внутреннее производство. Ну, если очевидно, что систем таких, как Патриот, в ближайшее время мы не получим. Комплексы РЭП, они, в принципе, могут воздействовать на средства поражения. Крылатые ракеты, например, сбивать их с курса, дроны Камикадзе, Шахет-136 аналогично, обрубать канал связи, садить их фактически. И такие случаи были. Но когда мы говорим о таких ракетах, например, как Х-47М2 «Кинжал», о таких ракетах, как 3М-22 «Циркон», 9М-723 «РК «Искандер», ну и, в конце концов, даже старый советский Х-22 или Х-32, модернизированная советская ракета и версия уже современная российского варианта, то в данном случае комплексы РЭП могут быть неэффективными. Они могут не помочь в вопросах противодействия хотя бы сбить с координаты с направления данное средство поражения. Поэтому, когда мы говорим о противодействии ракетам с настолько непростой траекторией полета, то тут нужны только высокотехнологичные средства противодействия. Александр, давайте поговорим о «Часовом Яре», одной из самых сейчас горячих точек на фронте, если не самая горячая. Недавно читал вашу аналитику по поводу этой точки на фронте. Есть у нас там стратегическая высота, но как ее использовать, если не хватает артиллерии? Расскажите перспективы «Часового Яра», что происходит там сейчас? Перспективы? В ближайшее время наступление российских оккупационных войск будет только набирать обороты. То, что российское командование дало боевую задачу до 9 мая, желательно к 7 мая, в принципе, закрыть вопрос «Часовым Яром», это они, конечно же, как всегда, преувеличивают свои возможности. Таких возможностей у них нет, но это не означает, что они не будут продолжать давить на этот город. Для них сейчас очень важным является создание условий вокруг «Часового Яра», то есть захват Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки. Это и есть те условия для них, чтобы максимально эффективно начать наступательную кампанию уже во второй половине 2024 года. Я не исключаю, что до этого момента они будут пытаться катализировать штурмы «Часового Яра» с восточной стороны, то есть у них через Промово есть возможность проведения штурмовых действий по именно восточному сектору и с попыткой зацепиться за окраины «Часового Яра» именно на востоке, но на сегодняшний день эти все попытки были безуспешны. И потому они тратят определенный ресурс в этих постоянных волнах, чтобы исполнить приказ о 9 мая. Затем, после 9 мая, это будет уже совсем другой формат ведения боевых действий, и катализация может быть обусловлена тем, что они будут передислоцировать частично свои подразделения именно под «Часов Яр», как это было под Авдеевкой, куда были отправлены наиболее боеспособные бригады 2-й и 41-й общевойсковых армии из состава группы войск «Центр». Аналогично будет и под «Часовым Яром», я более чем уверен. То есть катализация боевых действий будет именно на вторую половину 2024 года. И «Часов Яр» имеет как плюсы, так и минусы в своей обороне. И главный плюс его, это, конечно же, высоты. Но эти высоты обусловлены тем, что артиллерия может иметь доминирующий фактор при наличии соответствующего пропорционального боекомплекта. Нет боекомплекта, а смысл тогда в артиллерии. Минус в целом всей ситуации заключается в том, что под «Часовым Яром» так и не решен вопрос с противовоздушной обороной. Российские оккупанты имеют возможность наносить регулярные системные удары корректируемыми авиационными бомбами, используя свою тактическую фронтовую авиацию, а также даже переходя на применение штурмовиков Су-25, что вообще в высшей степени наглость, поскольку они действуют в ближней зоне, находясь в зоне риска поражения малого радиуса действия и среднего радиуса действия комплексами ПВО. То есть они в себе уверены, что этого поражения не будет. Даже использование в формате кабрирования Су-25 штурмовиков, ну, это, мягко говоря, наглость в высшей степени, но она, к сожалению, говорит о проблематике ПВО и в районе «Часового Яра». То есть мы не видим этот сушкопад, который был месяц назад, помните, когда за две недели, там, 13, кажется, российских птичьих было сбито, все это комплексная система отсутствия ПВО, правильно, в достаточном количестве? Да, не хватает. Александр? Это действительно так. То есть выводы делаются даже без раскрытия каких-то там секретных данных и тому подобное. Когда у тебя штурмовик летает буквально под носом, это много о чем говорит. Интересные цифры вы опять приводите в своих отчетах, которые публикуете в телеграм-канале. Вот есть цифры о потерях оккупантов, да, и потенциале, собственно, сколько у России есть еще живой силы для наступления на украинские позиции. Вы говорите, что да, рекордные потери, но есть нюанс. Сейчас в январе этого года россияне теряли 26 тысяч человек, в феврале 28,4 тысячи человек, в марте 28,2 тысячи человек, а по состоянию на середину апреля, то есть сейчас, российская оккупационная армия теряет 12,5 тысяч человек, то есть в два раза меньше. И, собственно, их потенциал... Ну, это пока только две недели прошло. Да, а потенциал, вы говорите, что у них 30 тысяч человек, они могут пополнять каждый месяц. Но очень серьезный дисбаланс. Сколько может так продержаться? И неужели они прям в период нескольких лет могут по 30 тысяч человек в месяц поставлять? Вот расскажите детальнее. Нет, они не смогут. То, что по апрелю это двухнедельная статистика, под конец апреля это может быть 25, 26 и более тысяч. Но это, опять-таки, не выше 30 тысяч, это того показателя, который они фактически с конца 2023 года они вышли на показатель мобилизации 30 тысяч человек в месяц. До того у них было с начала 2023 года где-то практически более чем полугода, это был показатель 20-25 тысяч в среднем. Так вот, в том-то и дело, что данные показатели мобилизации, они растут намного медленнее, чем растет показатель потерь российских оккупационных войск. И если мы сможем вывести этот показатель потерь выше 30 тысяч, то они не смогут не то чтобы компенсировать те потери, которые несут, но даже и накапливать вот эти несколько тысяч ежемесячно, тем самым увеличивая общее количество группировки оккупационных войск. Но именно все зависит от того, будет ли у нас в наличии соответствующий инструментарий для того, чтобы мы могли повышать показатели их потерь. А под инструментарием я подразумеваю международную поддержку. Оружие, артиллерию, боеприпасы, технику, боевые и бронированные машины, авиацию в конце концов и так далее и тому подобное. Это весь комплекс инструментарий, который позволит нам повышать их количество потерь. И это реально, это вполне реально. Мы действительно можем в определенный момент выйти на показатель уничтожения российских военнослужащих в количестве 40 тысяч в месяц. Можем выйти даже на показатель выше. Но это напрямую зависит от того, какое у нас будет в распоряжении инструментарий. Я добавлю, что трое детей пострадало сегодня в ходе обстрелов Чернигово ракетами «Искандер». Уже об этом сказали, ракетного комплекса «Искандер». Александр, недавно видел видео, как российские оккупанты, штурмовики на мотоциклах проезжают серую зону, так называемую, возле нуля, после чего, собственно, их бросают и пытаются штурмовать наши позиции. Насколько эта тактика может быть эффективной? Как вы оцениваете подобные нововведения? Кто здесь лидирует? Наша защита или их штурмовое нападение? Единственный плюс у такой тактики – это скорость. Это очень высокая скорость достижения позиции. Но их даже сопровождают, их даже дроны сопровождают, я вот видел. Это прям что-то такое, ноу-хау или как? Ну, на случай, если по позициям необходимо вести удаленное поражение огневых точек, то да, они могут использоваться. Но в целом это плюс только скорость. Все остальное – это минусы. Отсутствие брони, легкоуязвимость цели. И тут следует понимать, что тактика сама по себе, когда мы говорим о противостоянии в формате, когда армия абсолютно всем обеспечена, позиция имеет прикрытие с воздуха, имеет прикрытие артиллерии, имеет прикрытие, то есть закрытие подступов противотанковыми, противопехотными средствами, фугасами и так далее. То есть когда учтен полный спектр средств противодействия, тогда эти мотоциклы – это вообще ни о чем. Это просто средства для суицидника. Но россияне пользуются тем, что у нас есть дефицит. У нас есть дефицит по артиллерии, у нас есть дефицит по возможности формирования линии обороны и рубежей. Это то же самое минирование и многие другие проблемы. Они сейчас пользуются этим дефицитом, но при этом у них есть проблемы, поскольку мотоциклы, УАЗики, Нивы, даже Урал, банально Урал, ОМОНовский Урал для перевозки ОМОНа, когда отправляется на штурм, или китайские баги «Гольфкар» от Шойгу, это все последствия того, что в подразделениях российских оккупационных войск критически не хватает боевых бронированных машин. Они в большинстве своем уничтожены, а поступление штатно в подразделения для компенсации потерь у них происходит очень медленно. Поэтому они переходят на такие средства, и в принципе оно чревато и повышением потерь в том числе. Ну и последний, если можно, вопрос короткий. Как вы оцениваете их, вот это ноу-хау, когда они боевые бронированные машины, я так понимаю, возможно, танки вот тут, не знаю, закрывают такими ангарами целыми, огромными. Все это выглядит, как эта передвижная теплица, выглядит вроде комично, но говорят, что это довольно эффективная штука. А сверху еще ставят систему РЭП, и таким образом тяжело ее поразить в пиви-дронам. Для дроноводов, да, это проблема. То есть для поражения дронов это защищает. Но мы же говорим о том, что мы воюем не только дронами. У нас есть артиллерия, которая нуждается в боекомплекте. У нас есть минные поля, которые необходимо постоянно обновлять. Если такой мангал на максималках наезжает на противотанковую мину ТМ-62, то все, точка, он бесполезен. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к вопросу комплексного противодействия, мы сейчас находимся в той стадии, когда мы видим, что дроны не всегда могут выполнить полноценно свой функционал. И очень важно уделять внимание всей компоненте. Не только дроном, но артиллерия, конечно же, про нее всегда говорят. Мины, минирование. Очень важно минирование подступов к нашим позициям. Противотанковые средства. Те же самые ПТРК. «Джевелинс», «Тугна», «Энлау» и так далее. То есть комплексно эти царь-мангалы не будут настолько эффективны, как только против дроновой компоненты. Ждем поступления на фронт снарядов, в том числе тех, о которых говорила Чехия. Спасибо вам большое, Александр, за участие в эфире. Надеемся, что скоро обсудим с вами более позитивные итоги с линии фронта. Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группа «Информационное сопротивление» был в эфире телеканала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова